как мы уже говорили ранее примерно раз сто лет израиль происходит землетрясение такой силы которые могут унести десятки тысяч жизней в сегодняшних условиях мы видим слышим последние недели в особенности после землетрясения небольшого быть шани предупреждение гражданской обороны о том как себя вести о том что за полминуты возможно прозвучит предупреждающая сирена но мы также и понимаем что далеко не все люди так тренированы как бойцы в армии и надежды что это сильно поможет меня очень большой нет что же нам реально нужно делать в израиле около 80 тысяч зданий построенных до 1882 года когда вышел новый стандарт зданий которые не устойчивы к землетрясениям и в них находится порядка 800 тысяч квартир нам надо бы взять на себя национальную задачу заменить все эти здания все эти квартиры за какой-то реальный срок ну например 8 или 10 лет хотелось бы и раньше но по крайней мере такие сроки мне представляются реальными я объясню почему к сожалению до сих пор за последние там порядка 15-20 лет когда эта тема активно поднимается менее двух процентов этих опасных зданий было заменено и в основном в тель-авиве в центре страны там где перестройка зданий замены их на новые она коммерчески выгодно поскольку жилье дорогое а вот в таких местах наиболее опасных которые находятся на сирийско-африканском разломе как тсфа твери бейчан там жилье дешевле и строительные подрядчики просто не получают достаточно для них прибыли и практически замена там не происходит что же нам делать мы хотим заменить 800 тысяч квартир например за 8 лет в этом случае нам надо заменять около 100 тысяч квартир в год но требуется иметь в виду что по программе пинуй бинуй на каждую обновленную замененную квартиру нам надо построить еще две-три новых с тем чтобы подрядчик продавих получил достаточную прибыль для возврата денег таким образом нам надо строить порядка 200 или 300 тысяч квартир в год для сравнения сегодня в израиле строится около 50 тысяч квартир в год причем это число это количество которое возросло до последние годы раньше было меньше таким образом нам нужно увеличить мощность нашей строительной индустрии в 45 раз казалось бы можно пригласить иностранных работников но не следует забывать что нужны и архитекторы и строительные инженеры и техники и все это на ограниченный период времени 80 лет надо сильно увеличить мощность строительной индустрии а потом если мы справимся с этой национальной задачей замены опасного жилья потребность строительства она упадет что здесь можно предпринять ну давайте посмотрим что происходит в мире решались ли подобные масштабные задачи у других странах и вот вам пример в двухтысячных годах в москве москве население выросло примерно с 10 до 20 миллионов человек до 10-15 лет и москва смогла решить эту задачу как они сделали они открыли открыли свой рынок для иностранных крупных строительных фирм сначала приехали строительные фирмы из таких стран как швеция турция частично бывшей югославии а потом подтянулись и строители с украины которые первое время может больше работали как исполнители на этих стройках но со временем и украинские фирмы строительные стали активными участниками этого процесса с годами российские строители они освоили лучшие практики иностранных фирм и сегодня строительство все еще продолжается активно но уже в основном силами российских инженеров и архитекторов и рабочих например большой части со средней азии можем ли мы сделать подобное израиле конечно строительное лобби у нас очень сильное его влияние к несете с одной стороны другой стороны ведь речь идет о спасении десятков тысяч жизней и как я знаю в израиле ценность человеческой жизни она намного важнее чем вопросы о прибылях или сверхприбылях когда говорят о деньгах может быть большой раскол в обществе но когда говорят о человеческих жизнях хотелось бы надеяться что такие разногласия могли бы отойти в сторону хотя бы на ограниченное время вот эти 8-10 лет и хотя бы в первую очередь в тех областях тех районах как я уже перечислял твери цфат бейчан где зелье очень дешевые и израильские подрядчики туда просто не идут а могут ли иностранные подрядчики строить дешево вот я уже долгое время знаю такой интересный пример город раваби раваби город новый который в самарии построен для арабов и вот в 2014 году на контине на сайте континент была такая интересная статья на русском языке где журналист встречался со строителями которые уже построены значительной степенью город и они ему рассказали что цена квартиры порядка 60 70 тысяч долларов за квартиры сто или сто двадцать квадратных метров и даже просили его пригласить читателей его сайта покупать квартиры в этом месяце и вот вы видите я даже поместил картинку какая рекламная картинка города раваби который можно найти на google maps мне кажется израильским строителям не стоит слишком бояться этого шага поскольку как я уже сказал это на ограниченное время и за это время израильские строители могли бы освоить лучшие мировые практики они сейчас у них определенный прогресс есть технологии строительства но все еще она далеко не самое дешевое и самое быстрое вот так что по истечении этого срока я думаю и израильское строительство могло бы очень сильно продвинуться и мы бы увидели положительные последствия и на многие годы вперед после этого я хотел лишь добавить что раваби строился подрядчиком катара мы знаем что в том же регионе есть и более дружественные израиль и страны как наши друзья арабские эмираты ну а кроме того есть такие страны как китай турция югославия бывшая украина есть мощнейшие строительные фирмы которые умеют строить и быстро и и качественные доумеренную цену ну и понятно что массовое строительство за такие ограниченные сроки невозможно вести замена отдельных домов или крохотных групп домов как это делается сегодня нужно заменять целые микрорайоны при этом понятно что если 3 4 этажные дома будут заменяться например на 9 этажные то есть утроение населения микрорайона то нужно обновлять всю инфраструктуру система водоснабжения канализации электричества дороги места для парковки общественные здания школы детские сада синагоги клубы магазины все это должно увеличиться соответственно с увеличением населения в этом районе частично это можно делать изменяя из из используя пространство самих новых зданиях например подземные части использовать для парковок этажи на уровне земли например для детских садов где-то размещать клубы и так далее вполне реально вполне реально перестраивать так микро районы и мне кажется вот в тель-авиве даже есть определенные обнадеживающие примеры такого развития уже сегодня кроме того мы должны помнить что приходит эпоха автономных автомобилей и частности автономных такси то есть у большого количества людей исчезнет проблема в личных автомобилях и это серьезно облегчит проблему парковок в густонаселенных районах если человеку нужно куда-то ехать он просто по смартфону делает вызовы автономные автомобили какой-нибудь фирмы таксишной он подъезжает прямо к его дому и ведет куда и куда ему нужно другой очень важный вопрос если вести замену домов пинуй бинуй действительно большими масштабами это будет нам приносить более 100 тысяч новых квартир в год новых квартир не мы будем и заменять старые и вынуждены будем строить дополнительные чтобы это было коммерчески оправданным так вот это количество оно превосходит в два раза то что сегодня в израиле строится таким образом на на период вот этих предстоящих восьми или десяти лет нам нет нужды сооружать инфраструктуру там водопровод электричество дороги и так далее для новых районов и вот эти мощности которые уже есть в израиле для сооружения инфраструктуры можно будет полностью перенаправить на на вот это строительство пинуй бинуй